Чика-чика-чика, но не Вероника, а Маша Новая и Майк Войс. Я не Чика, если что. Братите, ты Чик. Если я, да, Чика, то ты будешь Чик-Чирик. Сегодня будем разводить вместе с Микаилом. Друзья, вечерний эфир на телерадио-канале Страна ФМ начинается. Это значит, что будет очень много смеха, будет очень много юмора, потому что, как всегда, к нам в гости приходят люди, связанные с этим самым юмором. Люди? Кто-то меня ударит сейчас. Люди. Кстати, один из них уже ждет нас за вот этой вот шторкой. Да, все, друзья, давайте представлять скорее сегодня у нас в гостях стендап-комик, основатель творческого объединения «Лимита Эдишн» Лавр Шелковица. Ваши аплодисменты. Лавр, здравствуй. Я тут Люд. О, а ты любишь себя, я смотрю, да? Присаживайся. Сейчас мы будем обо всем по порядку разбираться. Здесь есть три человека, которые любят тебя. Маша, я и ты. Но у меня на груди ничего не изображено. Моего портрета нет, а у Лавра есть. На твоей груди можно ничего не изображать, Маша. Там две мои подружки, да? Две мои сестрички-близняшки. Хо-хо-хо! 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 А Лавра-близнец на груди. Рассказывай, что это? Почему? Почему ты там? Ну, а кто еще может быть там? Друзья, пока я скажу для наших радиослушателей, потому что телезрители видят это так. На груди Лавра... Лавр! А вот на его груди, потому что он точно в такой же черной майке, уже не Лавр, а, я так понимаю, какой-то робот. Робот чуть ли не... А, R2-D2! Слушай, ну какой-то такой странный нарисованный. Друзья, действительно, R2-D2 из того самого... Откуда, Маша? Звездные войны? Спасибо, помоги, только бы я не ошиблась. Конечно, Звездные войны. Ну, конечно. Все, ты дашь нам рассказать? На самом деле нет, потому что это Далик. Далик? Далик из Доктора Кто. Здесь шутка. Я же арбумик, здесь написано. Это R2-D2. Так. Нарисован Далик. Так. И внизу подпись. Я видел его в фильме Старт Трек. Дождись обязательно корпоратива у айтишных компаний новогоднего и обязательно так по шути. Зайдет. И смеха можно тоже задать на дать. А у меня только такие шутки есть. я в принципе работаю в таком сегменте просто у лавра закончился рабочий день он собственно пришел после рабочего дня к ларду мне реально интересно друзья вот для тех кто сейчас не видит ты пришел футболки с изображением себя это через какого-то события была сделана футболка ну например если помните давным-давно макалей калкин носил футболку с фотографии своего друга а его друг носил футболку с фотографии макалея калкин а у меня нет друзей поэтому я ношу фотографии с собой и роботом второй вопрос из нашего стандартного набора вопросов для начала всегда был связан с именами с творческими псевдонимами и прочим прочими именами собственными которые мы слышим здесь при знакомстве с нашими гостями лавр обычно я цепляюсь только лишь до фамилии либо только лишь до имени в твоем случае о боже удача наконец-то все совпало и имя и фамилия лавр с чего начнем с чего хочешь лавр во первых лавр если бы меня звали не михаил единственное имя которое бы я хотел выбрать это естественно был бы лавр сергей сергей вопрос заключается в чем почему меня так зовут почему родители да 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 то есть просто родить но очень редко именно конечно ну хорватское распространенное имя лавр ты хорват но чуть-чуть да чуть-чуть мы все хорваты я боюсь очень об этом говорить после как раз чемпионата мира и там очень так до этого ты правила что опасно ну а в детстве хорошо в детстве а в детстве я говорил что я хорват спокойно и меня нет но ты жил в россии в детстве или в хорватии может быть я родился на донбассе под рассказывай меня депортировали в россию и до сих пор я живу здесь все всегда к твоему имени хорошо относились или может быть подшучивали потрунивали ни разу ни разу человек не смог убежать после того как он хотел потру это еще одна причина почему я попросил чуть чуть подальше мне сесть маша поближе я чуть подальше друзья я теперь хочу вот целенаправленно перейти к юмору потому что человек занимается юмором профессиональным правильно я говорю наверно стендапом ты стендап комик расскажи пожалуйста есть у тебя какой-нибудь совет или лайфхак как научиться нам простым смертным относиться к жизни с юмором к жизни с юмором если ты если к тебя оскорбляют то ну посмейся потом приди домой возьми подушку поплачь и относись с юмором ты всегда так делаешь каждый день или ты сразу сдачу не каждый день просыпаюсь плачу потом завтраку иду на работу по дороге плачу если идет дождь это шикарно никто не видит что я плачу ну и в целом так проходит мой день слезы еда работа слезы потом выступил не зашло поплакал вернулся подушка слезы сон а ты удобный человек тебе даже воду не надо покупать слезами помылся слез напился слезы соленые поэтому кожу очень сушит скажи а ты по жизни интроверт или может быть нет интроэкстраверт если я дома один нет людей то логично что я интроверт а если есть люди которые на груди и он вырывается из тебя правильно и начинает шутить у маши кстати лавр вот давай прям предметно ула у маши есть тест на интровертивность и экстравертивность да маш ты сам об этом не знаешь но я расскажу маша спрашивает всегда один и тот же вопрос у стендап комика скажи что тебе больше нравится выступать перед залом или писать для самого себя для других для команд как угодно выступать но больше нравится слышать смех от шуток которые я говорю в принципе если меня даже не будет со сцены я буду находиться за сценой и говорить свои шутки что иногда бывает то в принципе хорошо от подожди ты находишься за сценой но я микрофон какие-то заготовленные шутки на сцене нет в этот момент никого сейчас практикуются такие выступления но и практикуются я иногда могу вызвать человека из зала посадить его рядом с собой и потом когда я закончу выступление он просто уходит и люди все выступление ждут что же будет происходить но ничего не происходит в этом и вся суть маша маша надо попробовать такое сделать у нас тоже есть представление как раз для тебя надо сейчас посмотреть реклама дорогие друзья никто не переключает скоро вернемся пусть не кончается лето друзья мы возвращаемся вечерний эфир здесь я меня зовут маша новая и сегодня у нас в гостях лавра шелковица и вот в прошлом выходе нам лавр рассказал что есть интересная схема на выступление на сцене когда самого значит артиста нет на сцене то есть он как бы за кулисами рассказывает стендап а люди реагируют только на его голос поэтому давайте сейчас попробуем устроить сейчас в вечернем эфире прямом эфире такой эксперимент лавра вы не видите видите только меня и его голос я буду его ртом ну предположим так пробуем и экспериментируем на анекдоте поехали лавра если меня слышишь давай да я слышу очень обидно что ты назвала мою шутку анекдотом но готова что будет если слепой прочитает надпись не дотрагиваться непонятно что будет лавр тут появляюсь я я думаю что за голос еще а мне больше понравилась шутка что будет если ты будешь машином ртом вот это мне ты знаешь и на секундочку я тоже захотел им стать ну слушайте но эксперимент на самом деле удался я просто не поняла что шутка закончилась и не успела вовремя посмеяться шутки лавра не знаешь где конец была такая история когда вот ты уже дочитал стендап ты находишься за кулисами и вроде бы сейчас вот люди должны смеяться но не смешка не хохоточка но гонорар уже заплатили это лучшее выступление особенно когда гонорар заплатили и уже можно в принципе можете ждать что-то не ждать ну то есть такое бывало я это не часто не часто мой перформанс я люблю что-то такое делать но это не всегда но это имеет место быть ну а что делать в таких ситуациях вот если ты реально выступил и никто не смеется то есть просто человек говорит спасибо и уходит со сцены или тут начинаются какие-то знаешь потайные резервы вырываться из тебя и ты начинаешь импровизировать чтобы ходить как во первых очень часто если ты часто выступаешь ты часто выступаешь на открытых микрофонов открытых микрофонов есть такое негласное правило для зрителей гласно для комиков выступаешь там от трех до пяти минут либо больше как договоримся и суть в том что ты не можешь если ты выступил свои три минуты и никто не смеется потом сказать а я еще по импровизирую потому что а после тебя выступает еще много комиков и это опасно потому что забираешь их время и бы в принципе ну проблема в публике они очень плохие люди негодяи и в принципе нужно уйти в другой клуб там люди лучше зачем куда-то уходить можно этих прогнать другие зачем тебе куда-то идти а насчет кстати продлевать и абсолютно вот с тобой согласен можно и продлить однажды так маршрутку в адлере продлил за 50 рублей он дальше конечный поехал куда мне надо понимаешь так и там можно ты же можешь говорить если кому то понравилось то есть можно договориться на месте твоего выступления кстати маш кроме шуток вот это полезный совет а теперь кроме шуток конечно у нас хоть и веселый полезный совет от мишки который ни разу не стендап комик ведь есть стендаперы действительно вот классики своего джанра у которых выступления с каменным лицом и которые в конце ничего не говорят не спасибо там не давайте посмеемся на альтов да он просто говорит там тара 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 до свидания но это уже гомерически смешно конечно к этому подводит да а дальше ну и не смешно и не смешно это можно отыграть чем и тишина ну да 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 в стиле к вена спасибо в эфире дает а вот интересно как ты относишься к вы но играл я не отношусь к вы но никак никаким образом да но в детстве я смотрел в детстве а сейчас следишь за к вену сейчас нет слава богу то есть как только власть над пультом от телевизора перешла от отца к тебе а вот теперь мне интересно а почему слава богу ты считаешь что к вен уже давно не тот но они сами об этом говорят они когда они когда первый раз сказали к вен уже не тот я думаю ну блин только хотел посмотреть пришлось выключить и с тех пор я не смотрю хорошо тогда у меня следующий вопрос как вообще у нас сейчас в россии ситуация с юмором потому что мне казалось что по первому каналу квн знаешь для такой а большей массы нашего населения страны и важно там другие каналы они больше для молодежи а все таки вот к вену больше ну ладно не в час ночи да 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 в час ночи можете по к вену вообще можно мерить как у нас в россии обстоят дела с юмором или же это не так мерить но с юмором все хорошо потому что во первых у нас есть появился более в популярном виде так не так давно тут же стендап как жанр и огромное количество комиков у нас много фестивалей там каждый год где-то 3-4 фестиваля в разных точках в казани в петербурге у нас в москве и приезжают сотни комиков молодых уже там опытных и выступают смешат людей так что все хорошо здорово слушай о фестивалях мы продолжим еще говорить в следующем выходе ты сам принимал же участие в фестивалях организовывал их нет я выступал на фестивале записывал свое шоу но собственно вот если я это не обрублю словами все хорошо друзья эти два человека не закончат в общем фестиваль хорошая площадка для самореализации спасибо ура вечерний перфра продолжается здесь как всегда мой майк войс машинова спасибо специально объясню поспользовался приемом который меня научил лавр то есть ты сразу же все впитываешь да вот это майк войсла подожди а давай мы лавра попросим нас представить лавр можешь нас в своей свойственной манере внизу машинова это майк войс ну как-нибудь так представить на что это типа вечерний как нибудь в своей обычной манере объявлю машинова и майк войс спасибо классно мне понравилось на джингл оставляю и лавра шелковица подожди нет а лавра мы должны в нашей манере и лавра шелковица в общем друзья да наш вечер с юмором продолжается наш странный вечер на стране и сейчас уже мое любимое время наступает время игр вечерных а ты хочешь прямо так с места в карьер конечно я готова ты сама напросилась я напоминаю условия данных игр когда я готовлю я никто не знает про что они будут в том числе и маша в этом то есть и прикол лавр а ты знаешь когда я знакомился с твоей биографии что продолжать спасибо когда я знакомился с твоей биографии читал про тебя смотрел прежде всего тебя я не знал куда ставится ударение в твоей фамилии естественно я подумал что ты шелковица потом ты знаешь куда-то википедия меня завела на странице про тутовые деревья про шелковицу поток какие-то лекари писали мне что употребление шелковицы гарантирует молодость и ты начал ассоциироваться у меня с антиподом маши то есть с молодостью поэтому что сегодня мы будем делать потом я опять же вспомнил что ты комик что ты человек который работает языком и мозгом прежде всего который должен точно в нескольких словах какие-то вещи так сказать обрисовывать и одних рассказывать верно я все правильно я не поняла определение с языком подавьте это благоступление так вот я дам тебе слова вот здесь на этом нашем фирменном планшете которые у меня ассоциируются с молодостью с продвинутостью с молодыми абсолютно людьми и ты как шелковица побудь шелковицей буквально минутку ты как шелковица должен вернуть машу к молодости к тому самому периоду цита то есть понимаешь от каким образом отдаляется простая игра десяти словица слышал когда-нибудь это такое знаменитая хорватская игра десяти словица это очень просто работает есть вот эти вот 17 слов ты можешь выбрать абсолютно любое в десяти словах нужно объяснить если меньше я на коленях перед тобой если ты можешь это сделать за две ноты то это же просто тогда квалдису пельку он должен объяснить мне какой-то новое модное слово а я должна его угадать что-то из современного лексику но потом ваша будет твоя очередь но про это чуть позже я расскажу скажи пожалуйста готов ли ты первые пять слов конечно мы будем играть на счет потому что потом будут пять слов маши но я их уже просмотрел запомнил ничего что она проиграет заранее ты хочешь чтобы я вообще у тебя забрал ты без этого все я оставляю тебе продвигаюсь на место итак хорватская игра от лавра из его детства на донбассе десяти словица друзья поехали маша смотри это то что ты делаешь каждый раз перед эфиром я готовлюсь крашусь мейкап три слова еще осталось то что я делаю перед эфиром голос речевой тренинг сейчас я всем расскажу что я делаю напротив зеркала крашусь напротив зеркала фотографируешься фотографии сэлфи да отлично 1 0 а мне кажется можно было бы проще то что я делаю каждую минуту своей жизни хорошо то куда я хожу подстригаться барбершоп да поехали дальше то что я курю а вот это я не помещение и меня не наказывает а вот в этом я не сильно миша ну там вайп ну зачитаем как ну по старорусски вайп вайп да как он на мишу как он называем вейп окей три два колеса доска секвей да но без ручки ну секвей два колеса доска два колеса доска и едет именно так это тоже что именно так миша что это разве не секвей ну два слова сможешь осталось два нет он с ручкой самокат то с ручкой если еще два слова мопед а велик другое мопед другое все не мопед не мопед сдавайся не идти но без ручки ну все сдавайся ты не знаешь а что это цирковой инструмент вот так я да но это типа секвей типа а что еще я других не знаю гироскутер гироскутер должно что проиграть то же самое гироскутер и секвей это тоже самое последнее мысль это я в том направлении так поехали я готова в этом участвовал оксимирон а это этот версус рэп battle да это я сразу знаю маша естественно твоя очередь у меня старообрядческие будут слова скажи для лавра ну конечно же для тебя традиционные вещи свойства и нашему с тобой возрасту такие уже десятисловица собственно свадьбы ты забрал этот конкурс скажи мне твоей мария десятилетней давности ну что ж ты готова любые правильно я готова поехали да да нет подожди можем начинаем женщины а ой ограничено женщины в древней руси надевали на голову стоячий правильно мужики медведь водка и балалай молодец 2 она может сгореть деревянная деревянная изба молодец встречают у меня удивленный у тебя там камера есть этой булкой круглой встречает молодоженов каравай до там можно тушить картошку в избе в избе находится тушь 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 из-за два слова да там можно печь да да их было трое богатырей правильно и всегда негативный нет всегда негативный персонаж во всех сказках Говори, фольга уже. Ну, негативный. Негативный? Женщина с носом длинным и с такой родинкой, бородавкой. Баба-яга? Да! Дорогие друзья, и таким образом мы и узнали, что Лавр и Маша ровесники. Ну что ж, вот такая десятисловица, мы вынуждены прерваться. Оставайтесь с нами, мы скоро вернемся. По-моему, у нас отличный тандем получился. Все, сейчас потанцуем, попоем и вернемся, друзья. Друзья, Лавр Шелковица сегодня у нас в гостях, вставайтесь с нами. Внимание, когда говорят внимание, у всех такое внимание, что все потом боятся вступить. Давай я вступлю. Вступай, ты уже вступил, Михаил. Лавр Шелковица, тот самый Лавр, дорогие друзья, который, спасибо, Лавр, который был у нас в прошлом выходе, Шелковица. Все возвращается на круги своя, снова Лавр Шелковица с вами и с нами, и также Маша Новая с нами и с вами, и, конечно же, Майк Войс. Да, и у меня сразу же вопрос. Вот, Лавр, написано, что ты основатель творческого объединения «Лимита Эдишн». Звучит, так знаешь, по-современному «Лимита Эдишн», типа «Лимит Эдишн», что-то эксклюзивное, уникальное. Расскажи, что это за проект очень интересный. Неужели не было дешевле получить все-таки регистрацию? Ну, во-первых, да. Вот оно. У меня мой коллега, с кем мы, собственно, создали это творческое объединение, мы приезжие. Я с Украины, он с Абхазии, вот, и мы встретились в России. Ты выбирал страны, я понял. Да, 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 я думаю, какая страна будет на букву «А». Вот, и так как мы, как в Москве говорят, «Лимита», мы сделали «Лимита Эдишн». А кто, что, что там за люди, какие там, что там можно делать в этом объединении? Я думал, что там замкадывает. Что там за жизнь, да? Какая там жизнь у вас пришла? Расскажи чуть-чуть. Объединение, оно посвящено тем, что мы делаем комедийные шоу. Вот, это же самое интересное. Комедийные шоу какого, ну, то есть направления? Это телевизионные комедийные шоу? Или это фестивали, это конкурсы, или это такие встречи-посиделки, квартирники? Какие шоу? Это YouTube, в первую очередь, шоу, наше главное, такой флагман, это стендап «Данте». Это шоу без комментариев, которое делает наш большой друг Саша Собрыкин. Который был недавно у нас в гостях и рассказывал о том, что он собирается запускать это шоу. В нашем классном журнале есть такая фамилия, там пятерочка стоит. Слушай, ты являешься продюсером этого шоу, ведь Саша Собрыкин? Ну, в какой-то мере, да. О, круто. Мне нравится, как все в этой сфере связано. Михаил. Ты понимаешь, то есть понимаешь, как туда попасть? А вы правда продюсер? Да, да, да. Там все связано, Ваш, не так-то просто. Именно поэтому я и говорю, что я продюсер, на самом деле нет, но да, я продюсер. Да, 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 всем девочкам, да, он говорит, что продюсер. У меня вопрос про юмор и все-таки название такого сатирического Вашего альманаха клуба «Данте». Что написано на входе? Оставь надежду всяк сюда входящий, либо что-то другое. Нет, суть шоу в том, что комик проходит по всем кругам ада. То есть комик выходит в пустой зал, перед ним нет зрителей, он выступает целую минуту, не видит и не слышит зрителей. Зрители сидят вообще в отдельном зале и смотрят его по большому экрану. Если шутки комика нравятся, то они могут через минуту встать и перейти. И если не нравятся, могут уйти. То есть все виды страхов и ужасов комика переживает он на сцене. И задача комика — собрать максимальное количество зрителей у себя. Чем больше зрителей у него, тем меньше зрителей у его соперника. Так, выступает по четыре. А в другом зале не просто ничего не происходит, там конкуренты выступают? Нет, нет, нет. По очереди выступает каждый комик, но каждый комик может собрать разное количество, так как он выступает со своим юмором. Кто-то перетянул 50 человек, кто-то 38. А потом они обратно уходят на нейтральную территорию после выступления каждого комика. А задача, соответственно, продюсера — объяснить площадке, что аренду надо брать как будто бы за один зал, потому что тоже выступление одно. Смилуйтесь, пожалуйста, на зал надо два. Вот, Михаил, все про бизнес да про бизнес. Понимаешь, вот у нас идеальное здесь разделение. Он про деньги, я про творчество. Я считаю, что это гениальная идея. Так, но это первый круг. Пожалуйста, подожди, это был первый круг Ада. А дальше как развивается это действие? Какие еще круги? Первый круг — это когда он выступает в тишину и не слышит, не видит. Не слышит, не видит. Да, люди видят его на экране. Второй круг — это когда приходит и смотрит на него три человека. И он выступает там перед малым количеством. Подожди, позволь предположить. Да, мы попробуем. Третий круг — это пять человек, да? Четвертый — это уже шесть человек подключаются. Ну, мы не брали все десять кругов, если брать. Десять кругов задов. Ой, задов, простите. Десять кругов задов, дорогие друзья. Новая вам идея для шоу. Нет, на самом деле... Спасибо, да. Десятый, девятый, на самом деле. Он поступает задом, правильно? Да, десятый рай. Я и хотел поправить. Девятый круг — это, видимо, просто зал ожидания на вокзале. То есть люди есть, они никуда не уйдут. Кто-то спит с ногами вот на скамейках, как мы привыкли, и ты выступаешь. Подожди, мне интересно, чем все заканчивается? Заканчивается тем, что побеждает тот комик, который набрал максимальное количество и большее количество зрителей, чем у других комиков. Ага. И получает... И получает, да? Ключи от двери, чтобы выйти, правильно? Да, совершенно верно. Нет, ну реально, что он получает там? Весь гонорар всех билетов, которые собрали или что? И получает... Ну, мы сняли... У нас есть две версии. Если вы сейчас скажете пятый раз слово «получает», я все-таки вставлю, что он получает, но этого не сделает. У нас есть фестивальная версия, которую мы снимали в Питере на фестивале в витрине магазина, и там у нас был призовой фонд. Комик получал за первое место деньги, за второе место чуть меньше денег, за третье место там коробку с гаджетами. А основное шоу у нас еще не закончено, а у нас идет первый сезон. Лавр, а вот идея насчет, кстати, витрин мне очень понравилась. А кто-нибудь догадался выступить дуэтом с манекеном? То есть просто дуэт? И манекен, собственно, вот... У нас ребята притворялись манекеном, после этого приходилось продавать свою одежду зрителям, которые выходили, потому что им очень нравилось. Ну и очень обидно, что полицейские их арестовывали, потому что голый, по-непскому, комик, это очень странно. Это уже не комик, а все ясно абсолютно. Все ты понял? Слушай, ну на самом деле вот эта история в витрине, то, что ты нам показал, ну это же большое испытание для артиста, правильно? Он не слышит, ну понятно, что он видит всех людей, которые собрались по ту сторону витрины, но он не слышит их реакции, правильно? Смешно там, не смешно, может они просто стоят и улыбаются, но как бы никакого смеха не раздается, правильно? Как с этим бороться? То есть, может быть, есть какие-то тренинги, или вы собираетесь между собой, не знаю, обкатываете материал и говорите, да, вот это классная шутка, вот это зайдет, а вот это не очень. Ну, проверить на друзьях это одно, но нужно больше выступать. Выступаешь, выступаешь, видишь, что шутка зашла на одной публике, шутка на другой зал не зашла, значит, второй зал плохой, возвращаемся к первому залу и читаем только ему. Понятно. Есть какие-то запретные темы для вас, на которые вот вы принципиально не шутите? В нашем шоу нет. Мы даем, мы не редактируем комиков, и мы даем выступать как опытным, так и молодым комикам, потому что у нас на фестивале выступало больше 40 комиков, и не только с России, но и с Европы, и Латвии, и Германии, и поэтому... Ух ты, у нас знаменитая Европа, да, Латвия. Да, да. Круто, круто, круто. Друзья, я предлагаю прямо сейчас перейти к нашей традиционной рубрике, называется она «Блиц опрос» от Майка Войса. Очень, очень. Обычно я в это время, я говорю «очень». Итак, ты готов думать, не нужно просто... А, ну, собственно, Лавр, ты знаешь все это, твои правила жизни, как и мои. Для меня самое важное в жизни? Важно. Важно. Идти по жизни с юмором – это? Весело. Если бы сейчас был 2018 год, что бы ты делал? Искал глаз Кутузова. А 2018? Искал глаз Терминатора. Когда я буду таким же креативным, умным, но уже старым, я скажу своим праправнукам. Надо было брать деньги. Если бы не юмор, я бы сейчас... Не сидел здесь. Если бы... Можно так следователю однажды сказать. Если бы одной шуткой можно было спасти жизнь человеку, что бы это была за шутка? Мне, Лавр, спаси жизнь. Просто, пожалуйста, спаси. Потяни время. Хорошо, хорошо. Слушайте, есть такая шутка. Спасибо вам, друзья. Да, кстати. Есть? Итак, следующий вопрос. Есть такая, да, я могу сказать, конечно, конечно, моя знаменитая шутка. Короночка. Короночка, да. Я лет семь назад решил похудеть и перейти на дни овощей. И вот спустя семь лет я самый жирный вегетарианец. Дорогие друзья, собственно, вот поэтому и фамилия Шелковица. Самый жирный вегетарианец и самый серьезный вегетарианец. Лавра Шелковица. И иногда все-таки Шелковица, но только для нас и на две минуты. Лавра, спасибо тебе, что пришел сегодня к нам. Это было круто. Дай пять, это недорого.